Эксперт в области антиквариата, дизайнер, владелец антикварной галереи «Наследие веков», основатель и куратор галереи современного искусства, автор инновационного международного фотопроекта «Групп Севен». Так или иначе, Владимир Чикин всю свою жизнь связан с различными проявлениями прекрасного. Умение чувствовать и замечать малейшие проявления красоты буквально во всем, в сочетании с огромным багажом знаний и опытом в области мирового искусства и с давней увлеченностью фотографий, в итоге сконцентрировалось в двух его проектах – «Философия гармонии» и «Балеты город». Это моя одна знакомая, она сама в Ватикане, монашка, и она решила уйти из монашеского ордена и пожить светской жизнью, и она решила передать все свои знания ребенку, который только родился, который сформировался. Ну и здесь у нас как-то все сохраняется, мы чуть-чуть теряли, не сохраняли, но это было давным-давно. И как-то вот на фоне этого у меня родилась такая фраза, все эти мысли, значит, сжались в такую короткую фразу, которая звучала следующим образом, что если мудрецы смогут доказать грядущему поколению, что созданные имя являются ценностью, то ценность обретет до смерти. Вот, но я решил это как-то выразить в чем-то. Ну, естественно, кисть я никогда не возьму, потому что это просто не мое. Я решил это сделать через фотографию. Именно такой стала предыстория проекта «Философия гармонии». На одном фотоснимке Владимир Чикин соединил прошлое и будущее предметы антиквариата и молодых танцовщиц кремлевского балета. И когда я вынес антикварную лавку, сотрудники мои вытащили туда антикварную лавку, поставили посередине моста, сели балерины, они размялись, собралась какая-то неимоверная торпа людей, все, что это такое. Я говорю, просто фотографию такую делаю. И вот в этот момент я увидел, насколько неожиданно, насколько красиво балерины смотрятся вне сцены, а в городе. Такая работа стала своеобразным художественным экспериментом, переносящим классический балет из привычной театральной среды в абсолютно иное пространство, которое в результате лишь усиливает совершенство и красоту балета. С проектом автор побывал уже во многих городах. В апреле 2015-го Владимир Чикин впервые посетил столицу Чуваши и смог поработать над новой серией «Балеты. Город Чебоксары» с участием балерин нашего театра. Ульяна Альпидовская, знакомая зрителям по партиям в «Щелкунчике», «Лебедином озере», «Спящей красавице» и других постановках, призналась, что, гуляя в пачке вне театральной сцены, испытала непередаваемые эмоции. Эмоций – море. Потому что, когда ты находишься на улице, все люди на тебя смотрят, все показывают пальцем, всем интересно. Ходят по пятам. Ездили в Москву на фотосессию, на мосту фотографировались. Так там машины останавливались. Вау, супер, вы молодцы, девчонки. Ну, в общем, нам очень понравилось. То есть Владимир нам предоставил море эмоций. Соответственно, это какой-то опыт все равно в жизни. Помимо искусства, балетного, плюс мы получили опыт в плане фотографий, в плане съемок таких необычных. По признанию фотографа, наши балерины – невероятные трудяги. Они, как и автор, работали с полной отдачей. Город Чебоксары стал для Владимира Чикина настоящим открытием и превосходной сценой для импровизированного балетного спектакля. Дом правительства. ГЭС – величественный монумент «Мать-покровительница». Уникальный и знаменитый на весь мир тракторный завод «Четра». Национальная библиотека «Чувашия». Кондитерская фабрика «Конт». Все эти знакомые и любимые места, жители и гости нашей столицы смогут увидеть абсолютно в ином ракурсе. По-новому открывающим не только искусство балета, но и сам город. Выставка продлится до 24 апреля. Дарья Спиридонова, Петр Куприянов. Новости Новочебоксарска.